Так, первый матч, первая карта, точнее, Павел, штан удачи, у них, у Павла 2-0, у штана удачи 1-1, то есть, соответственно, если Павел выигрывает, то он, скорее всего, выходит из группы, а штан удачи уже под вопросом будет. Так, тут паладин против паладина. И мы видим разницу, у штана удачи энзот паладин с керном, там, а у Павла более агрессивный мурлок паладин. На арене я фармил голду, конечно, но ты же понимаешь, что арена это рандом достаточно высокий, то есть, у меня много арен было, которые я там по 10-12 побед закрывал и получал, сколько там, почти 600 голды и 2 пака давали. Ну, это бывает так, что ты и 0-3 сыграешь и получишь просто чуть-чуть пыли. У меня в начале этого дополнения было 3000 золота, даже 3500 где-то. В итоге я 3500 золота, я потратил, короче, сыграл, наверное, штук 30 арен, может, даже штук 35 арен. Я сидел на телефоне, играл, ну, неважно, где я и нахожусь, я просто там, где-то там сижу, но раз на телефончике катаю. Вот. Я себе там нафармил, но в итоге у меня осталось где-то 1000 с чем-то голды. Может, все равно уходит больше с арен, чем прибавляется. Так, ну, что-то здесь заход не очень хороший у Павла. Всех ключевых Мурлоков он же потерял. Так, Торим на шестой ход, и тут Мурч Линзи заходит. Мурч Линзи — это хорошо. Смотрите, у него сейчас Мурч Линзи сидит в инвизе, и штан удачи может сейчас сделать равенство... А, нет, равенство консикрах он не сделает, не хватает по мани. Только если пироман зайдет, он сможет забрать. Ну, смотрите, Павел думает над тем, забирать слезняка или нет. Тут, на самом деле, без разницы, потому что в любом случае штан удачи его, скорее всего, разменяет. Хотя у него есть консикраха, так что я думаю, надо разменять. Просто он думает, если оставить под Мурч Линзи, ну, в любом случае слезняк, я думаю, не останется на столе. Как-то он его разменяет. Он думает, что шен ляо-куха, наверное, не хватает. Да, ратути. Так. Нет, все-таки не стал слезняка разменивать. Ну, так вот, если Мурч Линзи что-то достанет из колоды, то там есть сразу пробаффер. Очень хороший. Ну, и что тут, штан удачи может... Просто штан, короче, будем его называть. Штан удачи может просто консикрах сейчас заюзать, в принципе. И тем самым он, конечно, даст Мурч Линзи возможность забрать слезняка, но Мурч Линзи сам сдохнет. Хотя, по-моему, там какая-то механика есть. Я сам не играл за такого паладина, но, по-моему, если Мурч Линзи атакует, убивает существо и приходит пробаффер, то Мурч Линзи не умрет, потому что он ему пробаффает ХП. То есть там такая механика, кажется. То есть он урон получил, типа, летальный, но если придет пробаффер, то он заберет. Ценник на бустера подкрутили только из-за того, что рубль упал. Но это еще давно было. Вообще, Близзы давно все цены повысили. По-моему, в Европе точно такие же остались, только в России подорожало. Хотя я не уверен. Просто там и в World of Warcraft тоже... Раньше, например, 400 рублей было подпиской, или 330, что ли. Потом стало 600. Потом они еще не так давно увеличили цены на все. Ой, какой пробафф здесь заходит великолепный. И Мурч Линзи разменивается. Пробафф от пацанчика зашел, но, к сожалению, пробафф только на одном Мурч Линзи. Он сказал, что нет. Он думал, что нет. Он думал, что нет. Ха-ха-ха. Много раз мне падали золотые леги спаков. У меня есть золотая легендарка Малигоса. И была золотая легендарка Гвили, блядь. короче короче какая-то роговская легендарка жирный такой вот этот гном он по-моему монетки какие-то давал но я ее распылил за 1600 пыли потому что типа она ушла давно и мне просто пульта нужно было хотя я вообще никакие карты не пылю ну то есть имеется ввиду которую даже из старых наборов которые уже типа не играют все равно как-то это прикольно пособирать колоду вот но я распылил просто она золотая была и 1600 пыли дала в какой-то в каком-то дополнение собирал тоже накрафтить всего до голевикс самый тут кстати еще прошелся по своей колоде я распылил все повторные карты которые не золотые даже из старых наборов 2000 пыли набралось так там параллельно матч или это уже был матч хоп хамстер 30 хамстер 03 здесь это китаец какой-то который уже вылетает с турнира скорее всего из того что у него 03 да точно вылетает здесь торим заходят пробафывает ну что одно равенство с консекрах и уже вышло есть пиромант на второе равенство нету какие варианты здесь уж та на удача закрывается и трусиллер смотрите штандачи играет через два коня но не знаю мне кони не нравится потому что они практически всегда приносят заклинание за единичку то есть это какой-то секрет и очень редко уже всякие там возложению рук стали заходить или дьявол заварение какая-то новая к нам карт который 1010 делает короче что там связано с динозаврами но здесь поход дел павел может дожать 5 кп остается там есть разные хилки как с коней так и из возложение рук 14 урона на столе у павла если следующим ходом с консекрах и 16 тут еще можно подхилиться струсиллера правда особо не подхилишься что все равно придется в лицо пропустить но тут надо как-то хилится то есть коня слишком рандомно хилиться и останется 3 маны и на эти 3 маны нет по-моему просто будет до хилиться на 7 то есть максимальный хил делает живет еще 2 консекраха но все равно здесь не хватает дэмэджи вообще очень хорошо смотрится древний дракон потому что размен будет идеальный то есть ты бьешься пехотинчиком в вестника и ставишь дракона идеальный размен и твои существа все остаются чистишь стол и опять же с этапе шлетал на следующих показывает нам шанс заходы равенства следующим ходом для штана это единственный шанс для штана сейчас если равенство зайдет хотя возложение рук вроде тут еще помогает равенство пришло но не хватает маны ну и пироманта естественно не выживет так 9 урона сушки не стал пироманта чистить а нет наверно все таки консекраху отдаст даже не будет жалеть консекраху смысла жалеть пироманта естественно чистить что есть зод но там керн умер и по моему одна провокация а фордеринг в руке сейчас 9 хп фордеринга просто стоит и еще вестник и рока пробав зашел но всего на двух морлоков и здесь кодаирование великолепно заходит сначала пробавчик нужно посмотреть возможно и летал найдем то есть там летал может быть если он 6 плюс 3 урона найдет а по моему летал будет или нет вообще должен быть до или он уже нашел а да все равно летал 70 с консекрахой да уверена здесь павел переиграл все-таки более медленно этот паладин с инзотами не успел он отковыряться очень быстро быстро его тут мурлоки разобрали не нравится там эти рефери которые по бокам стоят типа вперед нажимай игру штану дач у нас меняет колоду на пристав дракона прист вполне стандартный за басиком а у павла контроль маг с медивом вот надо собрать себе такую колоду поиграть поиграть не они они не кидошники они скорее всего винчунь практикуют а это кидать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Два древних дракона уже в руке есть Еще один Баблинг Бук заходит Но тут, блин, не хочется Баблинг Бук ставить, потому что он сейчас разменивается с элементалем И у него остается клирик против книжечки И, соответственно, клирик разменяется и возьмет еще карту Не хочется этого, конечно, допускать Наверное, просто разменяться и пинг в лицо кинуть Хотя, если он будет подхиливаться, то он ничего не поставит Я поэтому и сказал, что у Павла любимая Любимая, как бы, карта Баблинг Бук Потому что она на Блесконе ему затащила А, ну вот такой выбор делает Ну, блин, элементаля тоже надо забирать Потому что элементаль понижает цену заклинания Это тоже очень важно Смотрите, дракон шпион, что приносит Можно взять секрет на 8 армора Или взять ученицу Вообще, если честно, фигня какая-то Вороны летают, короче, вы слышите? Каркают тут что-то Так, второй фаербол отдает У нас в чатике мнение разделились, кто такой змей Но он ману-змей, по идее, он... А фиг знает, кто он Ману-змей Ну, змеи вообще драконы Но, наверное, может он тут просто без этого Без обозначения Так, там со шпиона кабалочку забирает Ну, и флеймстрайка нету Близзарда тоже нету Вешает секрет и будет Будет Локей медиа сыгран в 1-3 Ману-змейник А блин, скоро же новый сезон Игры престолов Будут замесы Так, еще одного драконида шпиона Раскапывает Ой, петроглиф, я думаю, надо брать, да А с петроглифа, получается, если прист его забрал То он раскапывает пристовское заклинание А не маговское Так, тут в темп идет медив Тут заходит змея великолепно Древний дракон, точнее Тут александр Блин, как они быстро играют, короче, просто сразу Вот мне нравится эта игра Это не то, что сейчас в лейдере играют дебилы какие-то, которые дофитили Каждый ход думают У них, у него одна карта в руке А он Что же мне сделать-то? Прожать пинг и поставить карту? Или не поставить эту карту? И вот, сука, дофитилят, думают все Вот, блин, тут, ну, турниры Они вообще сразу кидают карты Хотя у них фулл-фулл пак Так, что тут с Эликстразой-то? Разменивать ее не хочется И с ШВД нету ШВД-то нету Ну, можно с Петроглиф поискать ШВД Просто 15 хп, там в руке пиробласт уже есть И как бы пиробласт следующим ходом Еще существо за 10 принесет Просто разменивает Боевой дух нормально зашел Так, там секрет на 8 армора Но эти 8 армора-то надо было раньше вешать Теперь некому их Так, думает, что делать здесь Павел Ну, пиробласт в лицо очень хорошо смотрится Потому что призовет, что за 10 маны Там, в принципе, наверное, все полезны Ну, 12-12 смертокрыл Это как бы топовый дроп Там пофиг на его предсмертный хрип Очень важно то, что он 12-12 ШВД не заходит Еще один божественный дух Или как там он называется Короче, пробафывает максимально своего дракона Еще максимальное количество, естественно, заклинаний Делает, чтобы жаробасик подхиливал Так, ну портал в лицо надо кидать Наверное А нет, хочет даже робасик, чтобы не хилился больше Ой, тут Чогал приходит Блин, вот Чогал такой легендарный, конечно, персонаж в Варкрафте Но, к сожалению, в Хардстоне он бесполезной легендаркой оказался То есть вообще никакой А жаробасик-то еще один Погодите, откуда еще один жаробасик? Я уже запутался У него третий жаробас Очень жирный стол сейчас У Паула Ну, здесь Книга Змей 07 заберет Ну и в принципе Dragonfire Potion не укладывается по мане И что делать? А, скобалки жаробас подсказал Спасибо, а то я что-то не понял, откуда третий жаробас Потому что он ставил одного На него фаербол выманил И еще там был Что-то я запутался Надо лицо хилить Жаробаса нельзя, наверное, ставить сейчас Все-таки поставил 13 хп Урона нету Хотя сейчас смотрите Смотрите, он может лакея медиа в 4-3 кинуть И в лицо, типа, у него летал Но Павел не знает какой там маговский секрет То есть Павел не знает, что там Там айсблок, айсармор Может какой-то... Не, контерспелл-то уже точно нету И нету там чероплетки Антимаги нету Овцы тоже нету, по-моему Короче, он, в принципе, на 100% знает Либо это айсбарьер, либо айсблок В принципе, если там айсблок То он сейчас его может сбить Так, ищет Ничего особого не нашел Чтобы в лицо кинуть А, точно, точно, да-да-да Подсказывает, что это секрет с колоды Да-да-да, у него же Было два секрета в руке И когда дракон-шпион Стырил у него секрет Он прекрасно это знал Тем более, там же пишется Что секрет Стырин был дракону-шпионом Так что да, он знал 100% Что там броня Да-да-да Спасибо, да-да Спасибо, ребята Что подсказываете Я просто не шарю Я вообще вову Не играю в Hearthstone Не-не, все правильно В чатике сказали В этом магии всегда Ну, контр-спел редко берут Всегда два барьера И два из блока Вот И, соответственно У Павла в руке было два барьера И он прекрасно знал Точнее, это Знал, что стырил этот Из колоды твоей тырят А не из руки Короче, тут дикий добор пошел Но пока добивать нечем Нечем добивать Уже очень много ресурсов Павел отдал уже Весь посох Медива Потратил Пирабласт Потратил Два фаербола Потратил Вот портал еще один пришел Погодите А там отраженка пришла Нет, а это отраженка была С этого, с фолианта Отраженка с фолианта, ребят, была Нет, вы не путаете Да, у него не было мирора Я потому что помню, что он играл в фолиант И там пришла как раз отраженка Так Ну что здесь Есть два флеймстрайка в руке Но надо портал, наверное, играть Портал с дракона Надо как-то его чистить Оооо-хо-хо-хо-хо Неплохо сыграно Да, два-два дробчик с портала. Ну, в любом случае, подчистил стол. Знаете еще в чем проблема? У Штана до сих пор Элиза не зашла. У него восемь карт осталось, но Элиза до сих пор не зашла с паком. Она вообще есть там? Ну, вообще-то должна быть. А у Павла кончаются ресурсы... Ой, что здесь заходит? Две легендарки и бич судьбы. Бич судьбы, кстати, интересно. Мне нравилось, когда с бича судьбы какой-нибудь Джараксус приходил. Или Малганис. Но Малганис уже не придет. Сейчас будут престовские заклинания брать. Хотя Холенова неплохо. Холенова это два дэмэджа. Но проблема, что ресурсов не осталось. У него два Петроглифа и Кабалка у Павла в колоде. Два Петроглифа могут, конечно, Пиробласты принести, но это достаточно рандомно. И Кабалка приходит. С Кабалки у нас Петроглиф раскапывает. Три Петроглифа будет. Я думаю, надо по-любому Петроглиф брать, потому что с Петроглифа ты можешь Пиробласт достать. Или Фаербол. Тут, короче, надежда вся на эти Петроглифы. Пошел Близзард. Так. Тут, естественно, Петроглиф раскапывается. Блин, как они быстро играют, даже не успеваем посмотреть. Сайленс, запретная форма. Ну, здесь только, наверное, запретная форма. Хотя Сайленс добор даст, да. Там Сайленс дает одну карту. Здесь сразу есть там Флэмстрайк. И Холли Новода подчищает стол. Что-то какой-то подвисон у нас. Две карты подвисло. 11 хп остается у штана. И Лиза наконец-то приходит. Два дракона. Блин, два дракона эти, конечно, вообще ни о чем, потому что у них хп мало. Не, походу дело, штан проиграл. Сейчас с Петроглифа фаербол и гг. Два фаербола надо. Хотя нет, здесь одного фаербола хватит. Но три Петроглифа, с трех Петроглифов он по-любому найдет урон. И тем более у него на столе еще существа. Ну, пак пришел. Блин, как они быстро играют, даже не успеваем посмотреть, что приходит. Так, что-то вторая Лиза пришла. Так, ну там Секретчик пришел и Таун пришел еще. Так. Таун пришел, но это нормально. Ну и вторая Лиза пришла, это хорошо, и еще один пак будет. Короче, тут вся надежда упала на то, что дэмэдж с Петроглифов. Ну, мне кажется, с трех Петроглифов по-любому один фаербол будет за две маны. Это гг. Я не верю в то, что тут не придет дэмэджа. Портал. Портал это уже пять урона. Но брать рандомные стрелы... Хотя, что там на столе-то у него стоит? Просто не видно, что там на столе. Там же один, только Таун стоит. В принципе, рандомные стрелы тоже зайдут. А, там еще гидролог стоит. Окей. Да просто... Что там слева? Ой, какие же стрелы просто дикие. Просто дикие стрелы. Вообще, пять хп... Два хп остается. Два хп. Ой. А все, гг. Да. Не, ну прикольная катка получилась. 2-0 Павел идет. Ну, я там увидел на Твиче, что-то пишет народ. Говорят, змеи не дракон. Какой дракон, змеи не дракон? Понятно, да. Мы уже 20 минут назад узнали, что змеи не дракон. Почему это комментаторы не стримят? Я не знаю про каких-то. Ну, вообще, это турнир, который проводится в Китае, его особо никто не стримит. Я только видел там на Твиче, FireBat, по-моему, стримит на англоязычную аудиторию. А я, например, этот турнир и в прошлом году комментировал. Так, у Павла остался квест-воин, весьма популярный в последнее время. Говорят, его не стримимим, потому что за права на трансляцию бешеной бабки. Ну, хотя, да, наверное. Но плюс в том, что китайские турниры, можно кому хочет стримить, тебя не забанят никогда. Потому что они не будут даже проверять, что кто-то там их рестримит. Китайцы им на это пофиг. То есть, если ты, например, берешь какой-то, рестримишь турнир на Твиче, на Твиче свой канал, то тебя забанят. Потому что просто жалобу кинут и все. То есть, на Goodgame пофиг, понятное дело, что мы рестримим, что хотим. Вот. А на Твиче с этим строго. Так, остается штан на присте. Ну, короче, у штана еще рога был. Друиды забанены. На роге он не стал пробовать играть против воина. Значит, думает, что прист... Либо он просто не парится, либо думает, что прист нормально. Ну, в любом случае, ему за три колоды нужно воина выиграть. За каждую колоду нужно обыгрывать. Уже сильный стол здесь у штана. Особо ничего и не поставишь, на самом деле. То есть, что бы ты ни ставил, в любом случае, ты дашь карты сопернику. Ну и, наверное, колец здесь получше выглядит. Хотя бы ты одну карту доберешь. Так я и говорю, Фаербат на Твиче спокойно рестримит. Его там никто не забанит. Потому что он китайский турнир рестримит. Я не думаю, что и у Фаербата какие-то права там есть. Хотя, погодите. По-моему, Фаербат в прошлом году на этот турнир приезжал. Он его комментировал, кажется. У меня же записи на ютубе есть. По-моему, он его комментировал. Возможно, у него даже какие-то права есть. Я точно помню, что кто-то там из европейцев в прошлом году был. И они даже на английском комментировали несколько игр. Майкер прикрывает. Так, ну что там? Добор был, Shadow Vision пришел. Здесь Inner Fire в колоде есть. Неплохо так, Клирик 6-6. Ну и у Павлухи здесь проблемы. Потому что... Вот этот... По мане хорошо заходит, конечно, копыта. Но проблема в том, что он его просто разменяет, и все. Плюс опять карту будет брать. Штан удачи. Вообще тут даже можно отдать на него ШВП. И продолжать лицо бить. Не терять 6 дамага. Так, что-то у нас подлаги стримчанский. Раскопал драконида шпиона. Нет, все-таки разменял. Потасовка зашла. Точнее, она была уже в руке. Потасовка здесь слабо смотрится, потому что всего 3 существа. И потасовка может зайти только если останется 1-3 существа. Ну и, естественно, Гулю делает и забирает с помощью казни. Но все равно все не очень хорошо. Война. Дракон пошел 4-8. Хотя вот на корм рыбам заходит. Так, тут раскопочка. Наверное, надо брать броневичку 2-7. Она лучше всего смотрится. Потому что получше таун. Тут идеально просто. У штана заходит по мане все. Нига змей. Просто сожрал. Ну вот теперь потасовка уже, естественно. Единственный вариант. И что остается на столе? 3-2 талон. Ну его можно забрать слэмом, но ты не доберешь карту. И отдавать на корм рыбам тоже не хочется. Скорее всего... Ну да, просто 17 хп и надо стол как-то контролить. Здесь сразу драконит шпион. Очень быстро играют они. Так, Гуля. Ну Гуля это слабо. Дракона древнего взять, почему бы нет? Сильный дроп 8-й. Броневичка. Ну броневичка тебе стакать броню сейчас бессмысленно. Бессмысленно, потому что воин в любом случае терпит. Нет, все-таки броневичку ставить, чтобы по мане уложилось. Типа дополнительное существо. Да, все верно. Каленто в финале на этом турнире играл в прошлом году против китайца. Я даже комментировал этот финал. И Каленто там проиграл 2-3. И китаец Феррари получил. Точнее он мог его получить, но он выбрал деньги. Броневичка пошла. Там еще раскопочка смотрителя была. И два накорма рыбам есть. Но нету Гулей, либо Вирлвинда под нее. Так, что там собирается ставить. Вообще тут есть два ШВП. Почему бы их не отдать? Ну по крайней мере один. И продолжить лицо бить. Ну смотрите, ставит дракона, отдает одно ШВП. Можно еще карту будет добрать. Да? Или просто подхил. Здесь сразу же Смотритель. Приносит нам Зверя и Дракончика. И просто броню прожимает, броневичку не ставит. Здесь еще один Драконит Шпион. Так, Вирлвинд, Акалит. Ну особо нет полезности, наверное, с Акалита. Только можно что-то полезное взять. Хотя, если сейчас он Вирлвинд сделает, он себе броню настакает. И подставит Смотрителя под 5 дэмэджа. Да, да. Нормально здесь заходит. Хотя, ну, пристой эта броня сейчас вообще не уперлась никуда. То есть, понятное дело, что по лицу он не будет получать в ближайшие 10 минут точно. Потому что вряд ли воин здесь как-то отковыряется. Хотя шансы есть, конечно. Сейчас можно с помощью Дракона подчистить более-менее стол, но не полностью. Выполняется квест на 13 хп. Да, подчищает стол, но не полностью и много армора даст. Все-таки броневичка не просто так взяла с штаном. Хорошо, зашла 14 армора. Так, клирик. Будет добор карты. Снова и Лиза не заходит в штану. Так. С Шадоу Вижен находим Шадоу Вижен. Ну что, древнего не хочется разменивать, но, наверное, надо. Какие мои любимые деки. У меня нет любимых. Хотя у меня любимая была это Агрошам, но он уже не играет. Когда ты берешь молоток с неистовством и колотишь лицо. У меня даже два золотых их есть. Потасовка приходит. Не, ну сейчас у Паула появляются шансы. У него 13 хп. Квест выполнен. В принципе, он сейчас может за счет накорма рыбам почистить стол. Он реально сейчас может все зачистить и поднять Сульфурус и начинать уже расстреливать. Не, я в ХС деньги не тратил. Я еще знаю, вроде в ХС есть какая-то легендарка, которая тебе дается после того, как ты первый донат совершишь. Вот у меня ее нету. Там, кажется, какой-то этот механик за шестерочку. Который какой-то там рандомный механизм тебе приносит, кажется. Поднимается Сульфурус. Слушайте, отбивает стол Павел. Но у него больше не будет пробафа по армору. Только если у него есть добор в виде там... О, Элиза заходит. Элиза заходит. Это хорошо, потому что Shadow Vision в руке. И сейчас сразу будет пытаться найти пак. Находит еще раз Shadow Vision. Еще раз раскапывает. И еще раз... Нет, это все-таки пак пришел. Уже два пака как минимум есть. Под лейтгем. 2 пака потратил как минимум. Лучше бы мне 2 пака отдал. Я бы героическую потасовку сыграл. Этого давно нету. Говорят, Гоблин давали год 2-3 назад. Ну вот прикинь, я в ХС играю самые беты. И до сих пор не знал об этом. Добавил Косом. Таким образом, если он самUF4-5, а как бы выиграть неурал об этом, то есть если он у него будет. Только как-то еще раз neurobl volver, да? Уже в два пака нарушка стены заходит. А вот проблемы, то есть еще раз. Добавил Косом. Как бы выиграть kostану по лейтгем, то есть все еще раз. Прямо вот. Ваше 2 пака будет со нулоками. Сейчас поставить на них. Да? Да? Выиграли? так ну что упал здесь 10 хитпоинтов остается пришлось ему потратить для матч свой тут пробав пошел есть одна копия духа и inner fire а уж то на удачу мы уже это видели в лицо не очень дракон 416 здесь очень жестко стоит пробивать его нечем пройдешь китай за доначу 2к блин слышит 2к это вообще из бы сказал 2к баксов я бы вообще рвал жопу 2000 рублей это такое просто паша пропускает ход ну и что будет пока открывать хотя слишком много карт в руке пока не делает этого крысочка заходит и пошла потасушечка даже если у останется не полу вообще везет дико слушайте если павел выиграет этот матчап я буду в шоке приз так давил вообще просто без шансов и как-то павел на двух потасовках тут на отковыривается думает он бить с ульфурусом или нет типа если он ударит у него на следующий ход будет секира и секира еще три дэмэджи даст и можно засетапить летал да ударь ты с ульфурусом че ты паришься я сразу второе оружие есть 9 хп у приста ой ну тут если спака ничего не придет хорошего о древний дракон пришел и еще заморозка пришла ну слушайте тут знаете надо как-то сильно стол за хотя древний дракон очень хорошо смотрится нет сначала раскопка делает но потеряно древнего не хватит берет они все они все они все это хорошо против сульфуруса потому что много целей бы крыса крысу берет и будет ли ставить крысу короче очень много целей делает не просто подхил да надо хилить лицо иначе можно умереть ой гуля заходят а тут можно почистить стол нет полностью стал не зачистить не хватает гамбли поддержал ваш канал на 600 рублей и сообщает изи го героическую потасовку на стрим спасибо гамбли го героическую потасовку на стрим блин изи изи там как раз 600 рублей стоит но это уже потом почистил стол опасная конечно катка 9 хп здесь тут сейчас все зависит от того куда попадет фаербольчик на 8 если в 48 то были да как то так как то так выкиришь один к трем были как он так второй пак заходит тут крыса пошла чтобы зато у них на короче всех существ оставить чтобы закрыться полностью от а них все естественно не мог поставить потому что ну не вариант мне кажется был еще раскрывает пак что-то много существа шеразим зашел еще да еще там под они кси вихрь есть так что если бы он они ксю поставил он бы умер скорее всего так снова фаербольт даже в лицо попер два хп остается два хп не но следующим ходом по штаны закроется большим количеством существ и там будет маловероятно что попадет но все равно так тут добор 9 хп упала ой книга змей сгорел но в принципе книга змей ничего не делал так спитра глифа что-то ищем блин у него эти dragon fire potion и мертвым грузом лежат они вообще бесполезны потому что он так их и не заюзал божественный дух наверное брать хотя мать контроль на следующий ход если сделать игры разумные не зайдут потому что нам в колоде уже ничего особо не осталось упала хотя может они какие-то там надо уже брать и заставлять стол просто весь стол существами заставлять скорее всего а у него майт-контроль за 8 и он сейчас его делает а это же с петра глифа точно петра глифта уменьшает на 2 стоимость да 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 точно блин но все равно тут один к четырем что сейчас павел выиграет хотя нет он сначала может подчистить часть стола то есть он может секиру поднять не но он одно существо может убить два он существо никак здесь не убивает так что один к трем будет то есть 33 процента шанс что он убьет на этот ход штана ну а смотрите если он не убивает то там уже хотя даже если он осмотреть даже если он дракон попадает он все равно выигрывает нет да там если бы дракона попал то он бы тоже выиграл гадис а ну и снова закрываем с атаунтами просто а верлин заранее может еще сделать чтобы на пятерочку был или не хочет хотя нет если он на пятерочку сделает то он поставится под драгон фаер паушен и гг будет просто все вся рука короче уж тона существах но он это не успеваете разыграть там швп лежит можно сейчас убить можно убить храбреца блин дикая катка надо короче тоже квест война собрать и поиграть мне нравится как он вытаскивает катки с этим сульфурусом по-прежнему большие шансы у паула на победу заставляет снова много существ подхиливает лицо шаразима еще поставим 4 хп крыса ну смотрите убиваем одно существо и попадаем не падать опять один к трем один к трем на победу но если он не попадает в принципе он еще выживает потому что есть таунты и игра продолжается ты так же про мага сказал да мне много какого надо собрать я просто в этой мете лишь только за миру к урогу и за джей друида играл точнее за квест рогу просто квест рога достаточно быстро и там легенды быстро взялась ну что ой зашло что швд швд идеально заходит смотрите как павел вирл винт оставил слушать он верлен до сих пор не разогнал как будто знает что там ониксия такое ощущение что они там перекликиваются типа у тебя там ониксия не кидай не кидай так пошел швд еще чувака с адаптацией поставил просто хилится но шразим не поднялся и снова один к трем снова один к трем да сколько же можно миссать то дикая катка слушайте постепенно приста уходит от рейнджа фаербол этого на 6 как достает слушайте а а если броневичку взять и а нет помани не хватит ну короче он опять максимальное количество существ ставит блин а талону то не поставил плохо что талона не поставил а он ну все равно там опять же блин я ору как же он миссает как же он миссает сколько уже 4 хода по моему приста выживает не попадает по нему фаербол ну и все следующим ходом он уже от рейнджа уходит мне кажется павел проигрывает эту катку мне кажется павел проигрывает эту катку так а там предсмертный хрипос надо наверное разбивать и верлвиндом забирать ну тогда ты армор дашь ну короче по ходу дела шансы шансов не осталось у павла потому что ну следующим ходом уже 10 хп будет и армор будет и уже по ходу дела не выиграть но у павла было 4 или 4 кажется хода на победу и ни разу он так его не выиграл там было 50 на 50 было нет в лицо пошел две карты у приста осталось блин эти dragonfire potion реально вообще не о чемные против воина так он и не нашел шанса заюзать их не ну по-прежнему шансы есть у павла призрачные мне еще не получается никак забрать броневичку у они к себе пошла слушайте сейчас свирл виндом то неплохо зайдет а нет верлвинд если сделает то армор апнет он ему армор апнет тут короче вот сейчас нужно делать фаербольчик в лицо но это очень не хотя сейчас мне кажется он попадет вот если прямо сейчас сделает то попадет можно одного дракончика убить одного дракончика убить это даст один армор и он все равно убьет броневичка если что добьет нет хочет чистить стол походу но это не так в смысле я меняю свое мнение каждые пять секунд я просто угораю от этой игры да давай жми уже не короче будет чистить ониксию думал ставить броневичку или нет чтобы армор один апнуть да конечно армор он отдавал зато ониксию попал и карты закончились у приста жиробасик последней карты но 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 и так и не получилось шаркуна разбудить шаразима у павла две карты в колоде осталось не хватит ему наверно околит околит идеальный предпоследней карты вообще не очень что он ливнул но штан ливнул потому что у него нечем был этот броневичку пробивать не но это весело было 3-0 павел выиграл да ну и кстати павел теперь по моему практически на сто процентов себе обеспечивает выход плей офф потому что три победы у нее из скольких шесть матчей кажется или семь кажется семь матчей да три победы это уже очень хороший результат жесть конечно катка была да да не нет там граммаши у него нету там же деки показывали у него нет граммаши у него последние карты там околит был и там раскопка была какая-то что там типа второй бариневички кажется лежала и так а еще игра сегодня будет по моему колен ты еще сегодня должен сыграть он не играл да да Ну там еще гамбл поддержал, надо будет героическую потасовку сыграть. Спасибо. 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 какой квалик гсс чё за квали ты про чё вообще так они дальше китайцы будут играть хотя колен тоже все не играл он еще должен играть по-любому дальше какие-то китайцы вот судя по всему или нет сейчас покажет нам